Добрый вечер, большая страна! Ну и мать начался, желаем удачи команде! Сейчас обратите внимание, все в одно касание. Лесняков бежит к чужим воротам в битве Лесняков. Сам не пошел, но удар наносит и рядом со штангой мяч пролетает. Первый очень опасный момент от астраханской команды. Опять же здесь Леснякова, который, казалось бы, уже не первым был на мяче, но, однако, по какой-то там траектории перекрестил, оказался все-таки у мяча первым. Ну и дальше позволили ему еще и переложить мяч. Слева тоже предлагал себя, говорил, что можно на него сыграть. Отлично здесь пропускает кто-то из игроков. Подача в центр, 1-0! Волгарь впереди! Впереди Астрахань, впереди Волгарь, впереди аутсайдер. По-моему, там Лесняков забивает. Нет, похоже, был рикошет, делал передачу, я так понимаю, от Качук. И не дошел мяч до Леснякова. И поздравляю как раз-таки от Качука. Посмотрим, на кого мяч запишут. Ну, если рикошет, то, наверное, это все-таки автогол. Порядина, что ли, там мяч залетел в ворота. Нам его показывают, так сейчас, достаточно крупно. Очень-очень легко команда давления создает. Вот еще один шанс справа края. Опять Белезетинов, опять от него передача штанга! Бабурин чуть в ближний не пустил. А там рикошетик был безусловно, и Бабурин пытался на прострел среагировать. А в итоге мяч пошел в ворота. Еще одна подача на дальнюю штангу теперь, и здесь уже никого. И супер момент еще один в Волгаре. Отскок? Ну, определенным образом, как минимум, от штанги. Но и отскок по ситуации в целом. Чем будет торпеда удивлять? Вот что, какой есть козырь в руке у Борлова? Еще одна атака Волгаря, добивание! И второй, и второй в сетке! Это снова Дмитрий Лесников! Ау, торпеда, подъем! Когда просыпаться будет столичная команда, Лесников дубль оформляет. Такими темпами, если торпеда будет продолжать такие ошибки допускать, и так спокойно в Волгарю давать играть, только трика дело дойдет. А твой вопрос еще актуален? Актуален. Потому что ты задавал его причине 0-1, пока ты задавал его, стало 0-2, и теперь абсолютно все меняется. Не знаю, я думаю, коллеги, если дадут нам еще раз возможность посмотреть, то, конечно, было бы здорово. Я чуть позже на трансляцию отмотаю. Удар от Манелова хороший, просыпается торпеда. Вот сейчас пора. Вот сейчас уже пора. Да, очень нужен гол, конечно, москвичам. Вот именно в первом тайме, чтобы чуть-чуть вот эти вот забить события первых 35 минут. Да, я думал, ты вообще самая свежая это медиалигу вспомнишь. Там тоже, конечно. Да нет, ну зачем? Это вообще абсолютно разный. Ну да, да, да. Там красный мяч как минимум есть, это вообще не обсуждается. Сейчас смогло быть 3-0. Ух ты, как это все было здорово. И зао так. Шляков простил. Шляков заряжен, видно, конечно, как он хочется пить, но он раз-разно, как и к атаке активно подтягивается. Две замены у Болгаря готовятся об этом позже, потому что хорошая атака сейчас. Черевяков по лево бровки движется. Подачу делается там, но дальние штанги Адольфска смахнул, да, по-моему, с этой группой? Да, коснулся. Не очень, конечно, опасно. Трочился тут нарез от Черевякова. Нужно было, наверное, шагинизом сильно стрелять. Ну, ты их несколько. Словно Качук, словно Лестников набрал голосную форму. В защите тоже в полный порядок. Ой, какой гениальный, гениальный шедевральный пас Кленкина. И решает! 3-0! Данил Кленкин, профессорская абсолютная передача от него. И скамеечки, конечно же, туда радоваться. Как же идеально еще забить, да, когда рядышком есть скамейка, и все, можно праздновать, можно три очка приписывать в таблицу. Но это геймсет и матч. 3-0. Косарев, по-моему. По-моему, Кирилл Косарев. По-моему, первый гол его, да, в сезоне? По-моему, да. Абсолютное какое-то сумасшествие на скамейке Болгаря. А сейчас даже пять добавленных мы сыграли. Последний, я думаю, момент в этом матче. Заброс Адоевский достает. Не очень дальше. Но он там на выходе, как мне кажется, далековато пошел. Но все это остается в прошлом. 3-0! Убедительно, ярко и очень красиво. Астраханский Болгарь обыгрывает московская торпеда в матче 17-го тура Мэлбет первой лиги. 3-0! Это разгром. Всем хорошей рабочей недели, друзья. И обязательно услышимся на матчах Мэлбет первой лиги. Пока!